Добрый день, дорогие друзья! На прошлой неделе нескольких бойцов спецподразделения ФСБ арестовали за банальный грабеж. Сотрудники спецназов Альфа и Вимпел грабили при силовой поддержке настоящих или фейковых обысков. Многие скажут, ну и что здесь такого? Мы про наши спецслужбы уже давно все поняли. Но я лично не могу воспринимать случившееся спокойно. Так получилось, что с сотрудниками спецподразделения ФСБ меня связывает долгая история. В середине 90-х я столкнулся с ситуацией, когда наши погранвойска еще оставались в Таджикистане. А вот семьям военнослужащих там уже находиться было нельзя. Лицей Кораллова, который я основал в середине 90-х и которому в этом году исполняется уже четверть века, создавался именно для детей и военнослужащих погранвойск ФСБ, собственно говоря, из которых в основном и вышли все бойцы спецподразделений. С ребятами из Альфы мы стояли по разные стороны баррикад в 91-м году и по одну сторону в 93-м. Мы еще много раз сталкивались по жизни, и для меня эти ребята всегда были синонимом надежности. Майор Вымпела, Анатолий Ермолин и некоторые его сослуживцы были движущей силой моего проекта для детей, который назывался «Новая цивилизация». Даже когда в 2003 году меня арестовывали в аэропорту Новосибирска, то специально прислали Альфу, поскольку я знал некоторых ребят лично, они знали меня, и вероятность силового конфликта была минимальной. На какой бы стороне баррикад мы ни находились, главное для меня, я всегда уважал сотрудников спецподразделений, именно спецподразделений, не чиновников и не политиков в погонах, а честных и смелых ребят. До сегодняшнего дня с печалью и гордостью я вспоминаю их поведение в Беслане. Не хочу сейчас говорить про уродов-политиков, но огромные потери квалифицированных бойцов – это был их личный, личный обмен в своих жизнях, на жизни детей. И тем больнее видеть сейчас, во что превратили даже эти подразделения вот эти 20 путинских лет. Вероятно, это было неизбежно. Если президент и его друзья воруют миллиардами долларов, если министры и главы спецслужб ведут образ жизни олигархов, то рано или поздно это должно было дойти и до бойцов спецподразделений. Они грабили банально, но прятали награбленное с выдумкой. Бойцы вытаскивали металлические пластины из бронежилетов и вставляли на их место пачки денег. Выносили помногу. Были пойманы, когда в ходе фейкового обыска изъяли у клиентов банка 140 миллионов рублей. А попали они в поле зрения своих коллег в ходе дела полковника Захарченко. Вы ведь помните такого? Точно помните. Ведь как забыть? У полковника МВД во время обыска нашли 8 миллиардов рублей наличными в разной валюте. А общая стоимость изъятого имущества превысила 9 миллиардов. Вывезли 10 тележек. В них 129 миллионов долларов, 970 тысяч евро и 340 миллионов рублей. Вот фотографии. Если суммировать, то валюты было почти на 9 миллиардов рублей. Вот в каком-то богом забытом году журнал Forbes назвал меня самым богатым россиянином. Конечно, это была не оценка моего богатства, это была оценка нашего с партнерами бизнеса. Но на тот момент мы смогли создать самую успешную, самую дорогую частную компанию. Так вот мне, как основному акционеру этой самой дорогой частной компании страны, не приходилось держать такие деньги в руках. А здесь есть. И не в банке, в квартире. У Захарченко была специальная квартира в престижном и дорогом районе Москвы. Квартира для хранения денег. В квартире, по всей видимости, никто даже не жил. Здесь просто хранились деньги. Безумнее и бессмысленнее может быть только дом, целиком сделанный из купюр. Хотя я не удивлюсь, если и такое рано или поздно сыщется. Вот я считал, что уж может быть круче Захарченко. Ошибался. У содержанного начальника банковского отдела управления КФСБ при обыске было изъято 12 миллиардов рублей в разной валюте. По большей части рублевыми наличностью. Они были сложены уже в три квартиры. Видимо, понимал человек, что одной квартиры для такого богачества будет маловато. Внимание на экран, такого вы еще не видели. Сумки и чемоданы, даже пакеты из продуктового, все плотно набиты кирпичами. Купюр, говорят, рублями 12 миллиардов. А теперь представьте, на полу столичные квартиры, бюджет Кирова. Эти истории поражают меня, как предпринимателя в прошлом, не только тем, что взятки полковникам начинают измеряться в процентах ВВП. Ну или в бюджетах областных центров. Эти истории поражают абсурдностью и нелогичностью. Если украденные деньги, а миллиарды рублей у полковников не могут быть получены законным путем, просто лежат в квартире, значит ты просто не знаешь, что с ними делать. А тырил тогда зачем? Зачем воровать миллиардами, если у тебя нет ни одной идеи о применении этих денег? Подвергаешься риску, ну, тебя могут поймать, волнуешься из-за сохранности, вынужден постоянно нести затраты. Зачем? Чтобы что? Деньги в таком масштабе – это инструмент. Инструмент для построения бизнеса, для создания чего-то нового, для реализации амбиций, наконец. Если этот инструмент не работает, то это абуза и статья расходов. Официальная инфляция в последнее время порядка 5% по году. Это значит, что за год нахождения в квартире 12 миллиардов рублей подешевеют на 600 миллионов. Вот когда у вас в квартире год пролежат такие деньги, и вы не знаете, что с ними делать, то вы потеряли 600 миллионов. Как будто в вашу квартиру для хранения денег каждый день приходит уборщица и сметает деньги в совочек. И в ведре выносит на помойку. Каждый день почти по 2 миллиона. 2 миллиона – это, кстати, если верить Росстату про инфляцию в 5%. Он ведь врет, зараза. Инфляция-то выше. Но, пожалуй, самая наглядная история с непониманием, что делать с деньгами, случилась с отставным генералом ФСБ Пастушковым. В дом к бывшему ответственному за капстроительство в ФСБ залезли двое грабителей. Под угрозой паяльника генерал выдал свой тайник. 5 миллионов долларов были закопаны в саду в пластиковых контейнерах. Конечно, есть определенная вероятность, что генерал Пастушков верил в концепт денежного дерева. И считал, что закопанные в саду 5 миллионов прорастут и превратятся в 15. Но, скорее всего, он просто понятия не имел, что с ними делать. Украсть украл, а дальше не придумал. И в этом принципиальное отличие силовиков, да и чиновников тоже, от предпринимателей. Вот когда говорят, что нет разницы, у кого деньги, у силовиков или у бизнеса, мол, все равно не у нас с вами, то вам-то врут. Разница-то есть. Не потому, что предприниматели все сплошь хорошие люди. Нет, разные есть. Но потому, что любой предприниматель – это попытка что-то создать, куда-то вложить деньги, заставить их работать. А когда деньги работают, они всегда в конечном итоге работают на страну, на каждого из нас. Создаются рабочие места, оплачиваются товары и услуги, создается спрос, увеличивается ВВП в конце концов. А когда деньги воруют или отбирает какой-то силовик, то экономике наносится сразу несколько ударов. Во-первых, это украденные у общества деньги. Это чьи-то пенсии, это чьи-то пособия и так далее. Во-вторых, эти деньги просто вынимаются из экономики. Они больше не приносят прибыль, не работают, не создают рабочие места, не создают нормальный спрос. Просто лежат и гниют. Закопанные в саду, сложенные в квартире, превращенные в особняк о 25 тысячах квадратных метров в форме буквы ЖО, как вы знаете. И что с этим особняком делать, когда Сечин, наконец, нас покинет? И вот это, пожалуй, лучшая метафора для путинских 20 лет правления. Путинская банда не просто украла за эти годы все, до чего смогла дотянуться. Хуже другое. Они бездарно потеряли эти годы, потому что не знали, что же делать со страной, которую украли у всех нас. Последние 10 лет вообще страна как будто пролежала, закопанная в саду или сложенная в квартире. И, к сожалению, мы продолжаем там лежать. А у власти продолжают быть люди, которые не знают, что со страной делать, кроме как воровать и бессмысленно складывать на ворованное. Всего хорошего вам, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok